МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Вадим Витковский. И сегодня выпуски. В Ворше открылся филиал Витебского инкубатора малого предпринимательства. Бизнесмен из Китая посетил Витебскую область в рамках визита в Беларусь. В областном центре впервые прошли открытые соревнования по пожарному кроссфиту «Богатырь». В Витебске обсудили актуальные проблемы химического образования в средней и высшей школе. В Ворше прошло первенство Витебской области подзюдо. В Ворше открылся филиал Витебского инкубатора малого предпринимательства. ООО «Правовая группа. Закон и порядок». Чем обусловлена необходимость открытия и чему там будут учить, узнаете из нашего сюжета. Проблема открытия оршанского филиала инкубатора давно назрела. Даже когда инкубатор в первые дни разместил в социальных сетях свои странички, более тысячи просмотров за день. Это говорит об огромном предпринимательском потенциале в городе Орша. Это говорит о том, что люди хотят работать. И говорит о том, что решение руководства об открытии здесь инкубатора было абсолютно правильным. Люди пошли. По улице Мира 8 нам выделено хорошее здание, где мы на льготных условиях. Это предоставление офисных и производственных площадей в безвозмездное пользование. Обращаю внимание, арендная плата уплачиваться не будет. Мы будем создавать условия для роста и развития начинающих субъектов хозяйствования, бизнесменов. Но создавающих свое дело. При этом офисные помещения будут оборудоваться мебелью за бюджет. То есть компьютеры, столы и стулья там будут стоять сразу. Если вы молодой человек и хотите открыть свое дело, вы приходите в инкубатор. Мы вас консультируем, регистрируем и размещаем на территории инкубатора, предоставляя все эти преференции. Сейчас в инкубаторе открыт консультационный кабинет, где Худалеев Сергей Сергеевич, директор Оршанского филиала, Юрист с большим стажем окажет любые юридические консультации, связанные с открытием деятельности юридического лица. На встречу пригласили тех, кто задумывается над тем, как правильно организовать свой бизнес. Здесь мы выступаем для того, чтобы поделиться опытом, рассказать новейшие инновационные разработки в области менеджмента, в области управления предприятиями, продемонстрировать некоторые новейшие разработки в области современного менеджмента, инновационных технологий в области обучения персонала. Я буду рассказывать про тему этапа совершенствования бизнеса. Главная его задача – показать и помочь каждому предпринимателю или бизнесмену понять, на каком этапе находится именно его организация. И под каждый этап уже есть известные приоритетные задачи, которые следует решать. Потому что многие оказываются в условиях, когда слишком много куда можно вложить средства, что нужно изменить, улучшить. Вот помочь выстроить какой-то последовательный шагов – это как раз таки то, что мы знаем, когда мы смотрим на бизнес, как на систему. К собравшимся обратился председатель Оршанского райисполкома Александр Григорьевич Позняк. У нас есть опыт совместной работы в Ильичевске. Он достаточно широко с бизнес-инкубатором возвернулся. Есть определенные результаты. И исходя из той политики, которую мы проводим, создавать максимум лучших условий для того, чтобы каждый нашел себе дело в дыше. Вот для этого и проводится семена, и для этого создан бизнес-инкубатор в Оршанском районе. Мы постарались подыскать для этого одно из лучших знаний, об этом было сказано. Там есть возможность действительно прийти к тому, кто имеет желание и возможности, вот сейчас это совпадает, желание с возможностью совпадает, и открыть свое дело. К нам люди приходят на стадии идеи, всегда с горящими глазами, и говорят, мы хотим открыть свое дело. Значит, нам нужно подобрать организационно-правовую форму предприятия и определить жизнеспособность его идеи. Если даже она не совсем жизнеспособна, мы должны рассказать, как это сделать. Потом мы подготавливаем документы на регистрацию юридического лица. У насчет упрощенная процедура регистрации. Срок регистрации один день, пять дней постановка на все виды учета. После этого, после регистрации, мы заключаем два договора. Первый договор на безвозмездное пользование помещением, второй договор на правовое обслуживание. И выращиваем их 3-5 лет, как учебное заведение. Потом выпускаем свободную жизнь, набираем новых. Так экономика наполняется новыми предприятиями. Сергей Бойко, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф». Обсудили вопросы внешнеторгового сотрудничества. Бизнесмен из Китая посетил Витебскую область в рамках визита в Беларусь. Его компания специализируется на международной торговле. По этой причине в Витебске организовали выставку-дегустацию мясомолочной и пищевой экспортной продукции. В городе-надвине китайского бизнесмена особо заинтересовала продукция витебской бролерной птицефабрики. Мы же не ориентированы только работать на китайский рынок и так далее. Но поскольку это, наверное, один из наиболее перспективных рынков сегодня, из-за массовости, из-за спроса, тем более Китай очень активно переходит на потребление, как они говорят, европейского стандарта, на молоко, мясо, мясо птицы и так далее, то, естественно, это очень хороший вариант обсуждения сотрудничества. С одной стороны, мы сами для себя поймем, что нужно для такой большой массы потребителей. Второе, он как бы увидит все-таки тот потенциал, подскажет, может быть, где, в каких направлениях нам лучше всего развивать, потому что они потребляют практически все. 24 марта с 10 до 12 часов в городе Браслове в здании районного исполнительного комитета состоится выездной прием граждан. Проведет его первый заместитель начальника Витебской таможни Игорь Тихенко. Предварительная запись на прием с окузанием интересующих вопросов осуществляется по телефону в городе Витебске 80212-350204 и 350206. К другим новостям. Стартовала республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!» В учреждениях образования Оршанского района прошли мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны. С подробностями моя коллега Галина Башкова. На этот раз спасатели не ограничились только лекциями и эвакуацией. Они разделили учеников на две возрастные категории и позанимались с каждой по специальной программе. В младших классах сотрудники Оршанского ГРУЧС провели тематические уроки безопасности, показали малышам мультипликационные фильмы из серии «Волшебная книга», напомнили правила безопасного поведения, разъяснили, как себя вести в случае чрезвычайной ситуации. «Детям напомнено о необходимости слушать своих педагогов во время занятий, потому что могут сложиться различные обстоятельства, могут быть и на самом деле какие-то чрезвычайные ситуации, потребующие эвакуации. Детям будет не лишним напомнить о том, что они, когда находятся в учреждениях образования, обязаны слушать своих педагогов и действовать в соответствии с их требованиями». Ученикам 5-11 классов работники МЧС рассказали о действиях в случае подачи сигнала «Внимание всем». Рассмотрели варианты, в каких ситуациях такой сигнал может звучать, продемонстрировали видеофильмы «Школа безопасности» и действия по сигналу «Внимание всем». Презентовали мобильное приложение «МЧС Беларуси. Помощь рядом». «Не секрет, что далеко не все взрослые знают, когда звучат звуковые сирены над нашим городом, что это сигнал «Внимание всем». И как действовать? В этой ситуации нужно всего лишь включить радиоприемник или телевизор, и диктор сообщит. Если на самом деле в нашем районе произошла какая-то экстренная ситуация, это может быть буран, ураган, сель, подтопление или какая-то прочая, крупная чрезвычайная ситуация, требующая массового оповещения населения, то будет достаточно включить телевизор или радио, и сразу человек сможет узнать об этом. Конечно, многие заинтересовало то, что, а как же делать, если не всегда рядом есть телевизор, как поступать, не всегда рядом есть радио. Сейчас очень распространены мобильные телефоны. На базе андроида большинство населения у нас в районе мобильные телефоны. Можно поставить мобильное приложение «МЧС Беларуси. Помощь рядом», которое скачает с Play Market, введя всего лишь три буквы «МЧС». Это будет первое приложение, которое выдаст Play Market по запросу. Установить его, следовать указаниям по установке, и далее даже через это приложение будет производиться оповещение населения. При сложной ситуации будет задействована СМС-рассылка. После теоретических занятий представители гор-райотдела провели общешкольные эвакуации. Учреждения образования получили различные вводные, а спасатели проконтролировали правильность действий персонала. А затем на общем собрании обозначили ошибки и дали необходимые рекомендации. В Оршанском районе республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!» проходит в три этапа. Первый состоялся с 1 по 6 марта. С 12 по 23 марта пройдет второй этап акции. Сотрудники ГРОЧС выступят на родительских собраниях в учреждениях образования. Третий этап акции «День безопасности. Внимание всем!» коснется гостиницы Орша. Там пройдут инструктажи, лекции, выступления. Галина Башкова, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф». В областном центре впервые прошли открытые соревнования по пожарному кроссфиту «Богатырь». Состязания проводились на базе Витебского государственного технического колледжа. Участие в них приняли 20 команд. Каждую из них представляли девушки и юноши средних специальных учебных заведений Витебска, Полоцка и Орши, а также некоторых отдельных районов. Для учащегося Витебского государственного технического колледжа Кирилла Миронова в новинку участвовать в подобных состязаниях. Однако около трех лет он занимался пожарно-спасательным спортом и нередко становился призером республиканских и областных соревнований. В этот раз в команде юноша выполнял особую миссию. Он проходил заключительный этап «Полосы препятствий». Специфика данных соревнований кроссфита отличается от пожарно-спасательного спорта, он более облегченный. Что касаемо, ну, как бы, тренировались плотно, то есть каждый день ежедневно по какому-то этапу отдельному, потом в конце собирали все вместе. Каждая команда включала четыре человека – девушку и три юноши в возрасте от 16 до 21 года. В виде эстафеты они преодолевали своеобразные препятствия, усложняло выполнение заданий пожарно-техническое вооружение. Ребята делали выпады с пожарной колонкой, прыгали на скакалки, транспортировали прострадавших и кантовали покрышки. Все победители получили заслуженные награды. У нас был своеобразный риск, когда мы организовали это мероприятие, и для нас приятной неожиданностью стало участие такого количества команд. Все с интересом откликнулись, и я думаю, что это мероприятие станет у нас традицией. Лучший помощник прокурора в МИОРах, сообщает газета «МИОРские новины». Ольга Борисенко по итогам работы за 2017 год признана лучшей в республике. Торжественное награждение состоялось на итоговой коллегии в Минске 1 марта. Ольге вручили памятный вымпел. Портрет помощника прокурора МИОРского района занесен на доску почета Генеральной прокуратуры Республики Беларусь. Работы оцениваются по различным показателям. От грамотно составленной докладной записки к качеству поддержки государственного обвинения в суде. Учитывается инициативность, самообразование, творческий подход к делу, рассказала Ольга Григорьевна. Такая высокая оценка для девушки неожиданная. На церемонии награждения с трудом сдерживала волнение. Хочется работать с еще большей самоотдачей. Прокуратура МИОРского района, первое рабочее место Ольги Борисенко. Девушка устроилась сюда в июле 2015 года, после юридического факультета Витебского госуниверситета. В Витебске обсудили актуальные проблемы химического образования в средней и высшей школе. Этой темой была посвящена третья международная научно-практическая конференция. В течение трех дней она проводилась на базе ВГУ имени Петра Машерова. Среди участников множество профессоров и докторов наук из Белоруссии, Украины, Латвии, Армении и России. С подробностями Инна Ширкевич. Татьяна Литвинова посетила северную столицу Беларуси впервые. Для участия в конференции она приехала из далекого Краснодара. Там работает в Кубанском государственном медицинском университете. По образованию женщина не только педагог, но и врач. Поэтому и тема доклада об изучении химии студентами-медиками. Здесь мои коллеги, которых многих я знаю, многих не знаю, но хотелось бы узнать поближе и поучаствовать в конференции, когда каждый рассказывает о своих достижениях, какие-то новшества. Нельзя останавливаться. Всегда надо развиваться и всегда надо узнавать что-то новое. Без этого просто нельзя. Для Михаила Горского участие в подобной конференции – это возможность поделиться и обменяться опытом. Он представляет Долгавпилский университет. Вместе со своим коллегой поднял вопрос о проведении единого государственного экзамена по химии в Латвии, его истории образования, структуре и содержании. В постсоветский период я впервые, действительно, и очень интересно посмотреть всё, как происходит в образовании в настоящее время в соседней республике. В конференции приняли участие профессора и доктора наук из пяти стран. К белорусам присоединились коллеги из Украины, России, Латвии и Армении. В заседаниях они обсудили вопросы методов и новых форм обучения химии. Также познакомились с различными достижениями в этой области. Здесь сплав традиций и инноваций, потому что интерес конференции огромен, количество участников нарастает, и это очень отрадно. Кроме того, вот те направления, о которых я сказал, прежде всего это практическая значимость исследований в нашей области, то есть сделать их нужными, востребованными для современного ученика и студента, привлечь к химическому образованию, сделать химию нужной и востребованной наукой. Вот таковы леют мотивы нашей конференции. Сегодня ВГУ – единственный университет в стране, который имеет магистратуру по теории и методике обучения химии. В дальнейшем в УЗИ планируют открыть Центр развития химического образования. Инна Ширкевич, Вячеслав Соловьёв, Телекомпания «Скиф». В Орше прошло первенство Витебской области по дзюдо. Это отборочное соревнование по формированию сборной Северного региона для участия в Олимпийских днях Белоруссии. Орша не случайно выбрана местом проведения соревнований областного уровня. Орша является, можно так выразиться, основоположницей дзюдо, самбо не только в Витебской области, но и в нашей республике, в нашей стране. Поэтому выбрано было именно это место. На сегодняшний день в городе работает 9 тренеров. Очень хорошие специалисты. И я даже надеюсь в будущем, что опять у нас кто-то попадет на Олимпийские игры. И я лично сам хочу, чтобы была медаль у нас в городе Орш. Один из тех, кто в перспективе может претендовать на медали мировых состязаний, и Иван Дьяченко, ученик 10 класса 2-й средней школы. Спортом начал заниматься, можно сказать, случайно. Меня привел мой дедушка в спорт. Мы ехали мимо и решили заехать. И теперь занимаюсь. Понравилась обстановка, броски и все. Иван уже чемпион Орша и Витебской области. Позади не один бой. В чем секрет успеха? Самое сложное – это настроиться и не бояться. Первое – в Республике Беларусь. Да и в целом, в Витебской области дзюдо развивается достаточно неплохо. В Витебской области очень популярен этот вид спорта. И также это находит отражение в результатах, которые показывают наши спортсмены на республиканских, также международных соревнованиях. На последних Олимпийских играх наш земляк, правда, с города Новополоцка, Дмитрий Шершин, принимал участие в Рио на Олимпийских играх. Сергей Бойко, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Прогноз погоды завершает наш выпуск. Я же благодарю вас за внимание. Всего вам самого доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok